Субтитры сделал DimaTorzok Ага, ну значит, в принципе, наверное, не буду таким оригинальным, вот, и тоже скажу, что рисую с детства, но на самом деле у меня отец был художник, и такая семья достаточно творческая. Отец мой был художник-плакатист, и как-то так получилось, что я всю жизнь с самых пеленок рос в такой творческой атмосфере, у него была куча друзей художников, там все у нас бывали, сидели. Я ходил к отцу в мастерскую, все это, в общем, с детства наблюдал. А потом, ну, вырисовал, соответственно, тоже постоянно. Потом поступил в художественное училище воронежское, затем в педагогический институт на худограф. Вот. И, ну, в дальнейшую, рассказывать историю, да? Да, лучше полностью. Полностью. Окей. После окончания института пошел преподавать, проработал аж целых три с половиной года в художественной школе, педагогом. Вот. Потом одна знакомая предложила, значит, попробовать свои силы в воронежской анимационной студии. Я пришел, как бы сперва меня не взяли, было задание, я вообще не умел рисовать даже на компьютере, практически не знал, что это такое, планшета у меня дома не было. И мне дали первое задание, там, нарисовать на листе бумаги карандашом какого-то монстра. Вот. Я, значит, все это дело провалил, ну, так, немножко расстроился, что-то еще где-то попробовал. И увидел в газете объявление, значит, требуются художники там в какого-то студию. Это была судьба, потому что это самая студия, то есть, опять же, во второй раз я туда попал. Вот. А я этого не знал, то есть, я как-то название там не запомнил. И опять позвонил туда, и там, мол, можно я приду, попробую свои силы, и понимаю, что я прихожу туда же. Вот. Но это было забавно, так на меня руководитель посмотрел. Я, ну, а второй раз можно попробовать? Да, в принципе, почему бы и нет. Ну, я попробовал так, что меня взяли уже второй раз. Это анимационная студия у нас, не помню название, ну, ладно. И проработал я там четыре с половиной года. Вот. А потом устроился в студию графит, где проработал почти пять лет, вот в феврале бы было, но буквально в прошлую пятницу я оттуда ушел. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, по каким материалам ты обучался рисовать, а также по каким материалам ты апал свой скилл, то есть, покупал ли курсы, гамроуды и прочее? Нет, ничего такого не покупал, но какие-то там видеопроцессы, там, в интернете, да, на ютубе что-то такое смотрел, ну, наверное, как все, вот, а так нет. Ну, как бы, просто на самом деле садился. Это требовало, я учился этому в процессе работы, да, то есть, я пришел сначала в одну студию, там, буквально ходя за всеми, там, и записывая блокнотик, там, горячие клавиши, фотошопы и прочее, и прочее, да, как, как, что делается. Просто вот на ходу, что называется, уже в процессе работы я учился, вот, и, собственно, так, как-то вот было всегда. Окей, ушки, хорошо, супер. А расскажи, пожалуйста, кроме графита ты не работал с другими заказчиками, то есть, там, по удаленке, например, фрилансы и так далее? Ну, работал, да, не так много, но, да, бывает фриланс, все это бывает. Собственно, сейчас я ухожу на фриланс, там, заключаю контракт с американской студией одной. Они работают для образовательной американской системы, школьной. Они внедряют такую вещь, то есть, вместо оценок, у них есть игра, которой пользуются все ученики, и, там, за место оценок, да, им, там, дают какие-то клюшки, то есть, там, нового персонажа, какого-то прикольного, или апгрейд его, да, там, или что-нибудь еще, там, в этом духе, вот. И у них большой проект, там требуется фанель. Вот я этим буду заниматься в ближайшее время. Хорошо, суперски. Открой секрет, многие видели, собственно, то, что ты ушел из графита, ты написал им пост. Открой секрет людям, почему? Ведь графит достаточно известная, популярная и, самое главное, ну, классная студия. Классная студия, без сомнения. Ну, еще раз огромное спасибо ребятам, потому что, на мой взгляд, я там и открылся, как художник, потому что, там, до этого, все это как-то немножко мной воспринималось, ну, как работа, да, то есть, так. Типа, ну, надо на работу сходить, что-то там, поделать, какие-то концепты порисовать и прочее. В прошлой студии я очень долго сидел, рисуя экспликацию, так называемую. То есть, это раскадровка всего мультфильма в целом, полностью, по-кадрово, надо было отрисовывать, там, выставлять свет, задавать колорит, там, настроение. По таким, по серым болваночкам, там, каким-то примитивным. Вот. А в студии графит, это студия графит более, какая-то жива, более творческая, что ли, студия. Там очень, скажем так, различные задания, да, и иллюстрации, и концепты, и можно рисовать фоны, и персонажи, и дизайн прокачивать. То есть, в принципе, развиваться по всем направлениям. Я так получилось, что закрепился там в качестве фоновика, и делал, то есть, все, что с этим было связано, адресовалось мне. То есть, там, вплоть до того, что кто-то рисует персонажа, да, а я фон. То есть, разделяется картинка на несколько художников, и вот общими усилиями, да, мы там сходим это в одно. Вот. Так, что я еще... Алексей, какой вопрос у тебя был? Ну, причина ухода из графита всем интересного. Причина ухода из графита. Ну, вы знаете, друзья мои, наверное, приходит... У меня какое-то такое точка кипения начинает, да, это вот 4-5 лет, то есть, в этих пределах. То есть, в первой студии четыре с половиной года, в этой, там, почти пять, ну, почти столько же, да. Ну, приходит время, когда ты понимаешь, что ты уже можешь и чувствуешь необходимость двигаться куда-то дальше в своем уже каком-то развитии, мне, на самом деле, очень хочется работы, если честно, таким заработком. Я буду заниматься поменьше на фрилансе, по крайней мере, первое время. Вот. И хочется побольше уделить внимание собственным личным проектам. Ну, потому что все это в час по чайной ложке, да, делается там, кто следит, может быть, за мной там на артстейшне. Ну, я не так редко выкладываю новые картинки, все это, как бы, приходишь после работы, уже там, башка кипит, да, а хочется и, там, своим заняться, и, ну, немножко, конечно, от этого устаешь. Это не дело. Надо, то есть, побольше, более тщательно этим заниматься. Хорошо, окейшки, окейшки, супер. У тебя сегодня тема визуализации идеи. В принципе, я думаю, что можно перейти, кратенько по ней побежаться, а потом уже пойти ответы на вопросы. Ага, ну, что ж. В принципе, так все достаточно было спонтанно, особо не готовился. И, ну, что сперва могу сказать, что я не читал кучу, там, умных книг по этому поводу. И, в принципе, я изложу свою точку зрения, как я это вижу. Просто дело в том, что визуализация – это то направление, которым я хочу сейчас заниматься. И, в принципе, я сам учусь. Но, может, там, какие-то мои мысли кому-то и будут по этому поводу интересны. Ну, что ж, друзья. Ну, наверное, перво-наперво, конечно, это повествование. То, что ты хочешь выразить – это твоя идея. То есть не только какие-то технические вещи хочется изучать, но и какое-то внутреннее наполнение работы своей, рассказ. То есть в каждой такой иллюстрации в этом направлении должен быть некий рассказ. Он, в принципе, может быть очень простым. И вот сейчас у меня хочу показать. Очень мне нравится художник Михаил Лисовский. Вот он из этой серии, что называется. Так, в минуточку. Вот его такая серия с почтальоном, да, с неким. То есть тут, в принципе, непонятно, что с ним происходит, да. То есть куда-то вот он попал, там, какой-то заброшенный город или что-то, да. То есть нету прям такой вот, ну, история, история, да. Как, опять же, там, покадрово, как будто мы там какой-то фильм смотрим и прям полностью понимаем, там, в нескольких картинках, что происходит. Но здесь есть также и своя атмосфера, да. То есть вот как бы через это еще можно передать там какую-то некоторую такую историю. И вот он пришел, не понимает, что он здесь делает, что происходит. И я уже сам начал там что-то писать на стенах. Все закрасил. Да. Ну, вот такие вещи интересные. Второе, наверное, способы выражения, способы достижения того, что мы хотим выразить, да, там, в своей картиночке. То есть это колорит, цвет, но лично для меня очень большое значение, имеет, я уделяю большое значение цвету и свету. Вот. То есть, ну, то, соответственно. Это освещение, дизайн, эмоциональная окраска. То есть все это способы выражения того, что мы хотим, там, показать, да, у себя в иллюстрации. Ну, а третье, наверное, так, рендер, детализация, стилизация, то есть какие-то детали, я имею, вообще, имею в виду под этим то, что подчеркивает как раз идея. То есть какие-то мелочи, мелочевка такая, да, которая только, наверное, усиливает эффект, да, то есть усиливает саму идею. Зашу прощения. Ну вот, как-то, наверное, так. И вообще хочется сказать, что что мы больше всего любим. Это то, что мы знаем. То есть черпать вдохновение, куда-то, ну, брать для своей работы все можно из жизни. Те вещи, которые, у которого, как бы, которые у каждого из нас есть в таком, в личном багаже, что ли, в памяти. Когда мы рисуем совершенно непонятно другим людям, ну, к примеру, черный квадрат, это предмет для изучения искусствоведов. А людям интересно то, что они могут пережить. Пережить в своей памяти, в своих воспоминаниях. Что это может быть? Да все что угодно. Первое свидание. Потеря близкого человека. Какие-то события, которые оставили яркий эмоциональный окрас в нашей жизни, в нашей памяти. Вот. И здесь уже, да, есть, конечно, какие-то общие такие схемы, да? Ну, там, мажор-минор, да? Там, холодно-тепло. Но когда добавляются туда акценты, вот это уже становится уникальным. Вот. При помощи этого мы можем уже играть и выстраивать полную палитру каких-то чувств и эмоций наших личных. Те, которые мы хотим донести до нашего зрителя. Как-то, наверное, так. по этому поводу. Хорошо. Очень интересно. На самом деле, тебя слушают и все такие, что у тебя поставленный голос опытного советского диктора по телевидению. Да вы что, правда? Да. Люди говорят, что как будто советская радиопередача такая идет, знаешь, ты последовательно так рассказываешь все это и так далее. Дорогие товарищи друзья. слушай, ну я это вырежу, ты понимаешь, что я могу дать это послушать десяти людям и сказать, какой год записи. Они все скажут, что это Советский Союз и скорее всего это запись с радиомаяк какой-нибудь. Отлично получилось. Скажи, пожалуйста, ты рисуешь сейчас в традишке или уже все полностью в Ти-Джи, все в фотошопе? К сожалению, нет. Все хочу, но руки никак не доходят. Я помнится в прошлом году ездил в Болгарию отдыхать и взял таки с собой блокнотик, карандашики и там эта ручка, как она называется, перо. с тушью, да. Аквабраш, аквабраш. И что-то пошел поскетчил где-то там на пляже в окрестностях и такая фигня получила. Я это все выбросил и закрыл и просто больше не открываю. Но должна быть тренировка, наверное, то есть здесь опыт, опыт, опыт. Этим надо заниматься постоянно. Хорошо, если описать примерно вот сейчас, сколько получается лет ты уже рисуешь? Вообще, в принципе, опять же, как я говорил, с самого раннего детства, профессионально, но профессионально, что касается CG, уже около 10 лет. Около 10 лет. Ты преподавал когда-нибудь? Хочешь преподавать? Ну, опять же, я преподавал в художественной школе, вначале я рассказывал, но, наверное, нет. Это не мышь, это отдельное такое, отдельное направление, и то есть важно быть педагогом, на мой взгляд, чтобы кого-то учить. А вообще, я считаю, что никого, ничему научить нельзя, потому что, ну, надо. Человеку можно показать путь, куда идти, ну, как говорили наши советские учительницы, я же не пришью тебе голову, да, свою, вместо твоей, твоей, вот. А все остальное зависит от человека. Насколько выреждают. Ты считаешь, что курсы и обучение, они показывают путь, а не направляют непосредственно? Не, они направляют, но это и есть показать путь. Вот, конечно, да. Хорошо, суперски. Скажи, пожалуйста, ты работаешь в достаточно узнаваемой стилистике, как ты ее выработал, то есть, какие, скажем так, как она у тебя выработалась, под вдохновением кого, кем вдохновляешься и так далее? Ну, наверное, специально я ее никак не вырабатывал, как получилось, так получилось. Ну, просто, да, поглядывал на каких-то художников, особенно по первой, когда знакомился с Сиджи, ну, это пеллинг, там, колесов, да, вот, сейчас нравится, опять, Михаил Лисовский показывал, Литка Морелла, вот, ну, кто еще, ну, там, много, кого можно называть, ну, так, на вскидку уже не вспомню. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, если вот абстрагироваться от всего, скажем так, от всего этого, что тебе больше всего нравится рисовать? То есть, я сейчас не задаю вопросы серии, там, окружения или персонажей, а больше всего, какие темы у тебя любимые? Некоторые художники рисуют какие-то остросоциальные темы, некоторые рисуют фэнтези, некоторые рисуют сайфа и далекие миры. Что больше всего нравится тебе? Ну, одно время было, мне было очень интересно рисовать такую, такое что-то дарковое, вот, это и там Гэлла Уокер, моя серия, и там Мир Детских Страхов, ну, это так я не называл, там просто серия картинок с монстриками, вот, а сейчас, наверное, как-то полностью хочу переключиться на что-то противоположное, наоборот, захотелось что-то такого веселенького и более позитивного, ну, в принципе, мне нравится рисовать я не очень склонен, там, к фантастике и к чему-то такому фэнтези, к чему-то такому придуманному, то есть, мне больше, наверное, нравится рисовать что-то из нашей, такой повседневной жизни, вот, ведь история и чудеса, они вокруг нас, только их надо правильно увидеть, замечать, и просто, ну, любая сцена на улице, какая-то, какая-то, из нее можно развить целый сюжет, интересный, конечно, что-то додумав, да, придумав, что-то увидеть в этом особенно, вот, и изобразить, ну, то есть, например, там, тот же Липко-Морелло, да, у него очень такие простые сюжетики, там, я не знаю, там, рыбак на паруснике, да, вот, плывет, и какая-то серия картиночек, вот, что с ним происходит, то есть, казалось бы, это очень просто, но, в то же время, в этом есть что-то такое, какая-то душа, что ли, я не знаю, или особое такое настроение, да, то есть, вот, когда художник придает простым вещам такой именно эмоциональный окрас, то, ну, то есть, то, что я, о чем я говорил, вот, 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 как-то так. Хорошо, окей, скажи, пожалуйста, из-под твоего пера за 10 лет работы уже в CG вышло много проектов, то есть, и я имею в виду работу в граффити и так далее, есть ли у тебя любимые проекты, в которых ты принимал участие? да, конечно, есть, это, проекты в студии граффит, было два замечательных проекта, малуша, и, ну, такой проект, там, рабочее название, Кощей, вот, просто, к сожалению, это никуда не пошло, это должны были быть полнометражные, как я понимаю, мультфильмы, 3D. А остались какие-то примеры, чтобы показать нашим зрителям, имеется в виду концепт-арт, из того, что можно показать? Да, да, все можно показать, потому что, граффит выкладывал, так, ну, сейчас попробую поискать, а давайте так, выйдем на Artstation, просто, чтобы у наших зрителей сразу была уже картинка, того, о чем мы говорим. Специально для наших зрителей это будет достаточно спокойный стрим, такой, вот. Почему? Ну, просто потому что, как, уже 20-й или 30-й комментарий о том, что твой голос очень хорошо успокаивает, под него отлично рисовать. Я думаю, что если бы ты в студии, ну, имеется в виду, говорил там из серии на всех остальных сотрудников, всем было бы спокойно, спокойно, то есть прям отлично. У меня есть знакомая, которая говорила, «Коля, почему ты не радиоведущий?» Вот, вот она... Я бы включал радио и под твой голос бы засыпала с удовольствием. Вот. Слушай, я тебе рекомендую сделать такую вещь. Сейчас все-таки эпоха технологий, эпоха капитализма и так далее. Ты можешь свой голос записать, просто любой какой-нибудь текст, такой очень хороший, да, и продавать его на гамроуде для людей с бессонницей. Угу. Слушай, отличная идея. Вот. Я думаю, что так как у нас все сейчас люди, скажем так, нервничают, психуют, кто-то из них не может, если... На самом деле, это ни в коем случае не шутка на тему того, что под голос заснуть, можно голос вообще офигенный. Тебе реально надо было быть... Ну, не то, что радиоведущим, но как минимум вести что-то, и я бы просто с удовольствием бы с тобой это повел. Вот. Знаешь, как инь-янь такой из серии прям. У тебя превосходно, он поставлен. Тут написали новые вопросы, кстати, он отличный. Опять же, она немножечко связана с предыдущей работой, но все равно. Специфика работы в граффити подразумевает знание других пакетов, в том числе 3D, или же это просто рисование, скажем так, более приближенное к традиционному в фотошопе и так далее? Нет, не подразумевает. Можно быть просто 2D-шником. Да, об этом вопрос. Да, Алексей? Да, об этом был, сори, у меня просто прервалась связь. Об этом был вопрос. Подразумевает ли специфика работы в граффити изучение также 3D-пакетов и работал ли ты с 3D, когда работал, соответственно, там? А, нет, нет, я не работал. У нас есть ребята, которые отдельно этим занимаются, да, и если что-то требуется, там какая-то болванка, ну там, я не знаю, там здание какой-нибудь замоделить, хотя бы простенько, да, там, с правильной перспективой, то, пожалуйста, то есть, я мог обратиться кому-нибудь, и мне там быстренько сделают, а потом я уже обрисовываю. А так, знать, всем 3D нет, такого нет. Хорошо, супер. Вот сейчас на экране, собственно, идут проекты, прекрасные картинки. Скажи, пожалуйста, такой вопрос, тоже в тему, а есть ли проекты каких-то других компаний, вышедшие уже, над которыми ты бы хотел поработать, вот, например, там, любое, у нас отвечали, там, хотел бы поработать над Звездными войнами, там, 80-х годов, вот, есть ли такое что-то? Ты знаешь, есть такой фильм, он не суперпопулярный, ну, в принципе, наверное, его многие знают, Jeepers Creepers. Да, конечно, классический ужастик, один из классических ужастиков. Классический ужастик, вот, да. Я в свое время очень вдохновлялся этим фильмом, когда там делал свои дарковые какие-то композиции, скажем так, вот, и, ну, я бы с превеликим удовольствием поучаствовал бы там, ну, вроде третья часть, она уже есть, просто она не вышла, вот, но если режиссер, там, задумывал бы, например, четвертую, да, и пригласил бы меня в качестве концерт-художника, я был бы счастлив. очень, очень необычный пример, потому что, знаешь, многие говорили, там, властелин колец, кто сказал, Гарри Поттер, и так далее, это такой, я хочу джиперс-крипперс, хочу, хочу рисовать монстра, который ест людей. Ну, ты знаешь, я, наверное, я же прекрасно хорошо понимаю, что там работа над властелином колец, а я потяну или нет? Ну, может быть, я и джиперс-крипперс не потяну, но все-таки там, это, да, не такого масштаба. Над подобными проектами работают люди, которые, ну, просто прошли огонь и воду, там, Властелин колец, Звездные войны, там, и прочее, да, Аватар какой-нибудь, вот, и, ну, надо понимать, что нужно до этого дорасти, бросаться туда, даже, ну, представим, была бы там какая-нибудь лотерея, на участие, да, там, в проекте, там, Властелин колец, да, и я ее выиграл, и вот я туда попадаю, а потом за голову хватаюсь, да, о чем мне делать? Вот, ну, тоже нужно, конечно, прекрасно понимать, за что ты берешься, мне кажется, ты скромничаешь, ну, не знаю, может быть, хорошо, окей, следующий вопрос, что, по твоему мнению, в большей степени влияет на скилл художника и на его прокачку, то есть, что, какое явление в большей степени на это влияет? Явление на скилл? Ну, что вообще, что вообще больше всего влияет на скилл и на прокачку художника? Ну, практика, наверное, практика, практика, практика. Вот, это, на мой взгляд, единственный верный путь, благодаря которому ты будешь набивать шишки, делать ошибки, но, как бы, без этого никуда, но через боль, через страдание, мы все знаем, что мы приходим к какому-то результату, вот, а иначе ничего не будет, что-то так село, и там все сразу получилось. То есть, ну, вот так пройти несколько, но хотя бы немножечко кругов ада. то есть прокачка, это в любом случае боль и кошмар, и страдания? Ну, я думаю, да, потому что, ну, конечно, не все сразу будет получаться, естественно. Главное, это преодолевать, вот, и двигаться вперед, и, так сказать, будет вам счастье. Хорошо, супер. Скажи, пожалуйста, какой, помимо практики, главный залог успешного художника? Любить свою профессию. Тебя от этого должно торкать. Вот, если... Прям торкать? Конечно. Сто процентов. Вот, если ты можешь без этого, бросай. Это не твое. А потом еще судьба не милосердна, потому что, ну, ты сразу почувствуешь, вообще, твое это или не твое. Удача будет приходить, само собой. Настанет момент, когда будет получаться. Вот, если это твое, если это в тебе заложено, то обязательно получится. Не может такого быть, чтобы не получилось. Если ты, естественно, да, прикладываешь усилия, да, и развиваешься. Вот, но в конце концов, какой-то, не знаю, вот этот барьер, я не знаю, там, ты сломаешь эту стену и удивишься, наверное, самому себе в конце концов, да. Айда Пушкин, Айда сукин сын, да. Вот. И это обязательно наступит. Вот, я так думаю. Хорошо. Просто, как мы уже выяснили, многие художники, знаешь, делят вообще, в принципе, художников на два типа. Это одаренные люди с талантом и, соответственно, люди, которые без таланта, без всего, но они просто офигенно-офигенно задрачиваются в работе, себя не жалеют и так далее. Веришь ли ты сам в талант? Я, наверное, верю в способность человека, то есть, у людей, да, у многих, там, у некоторых есть способности, такая предрасположенность к этому. Вот. А верить в талант в том смысле, что, опять же, там, прям, это уже есть в человеке с рождения, да, ему только стоит взять в руки перо и все, там, пойдет на ура и все ахнут и скажут, о боже, да, вот он этот человек, которого мы все ждали. Вот, в такое я не верю. Талант это немножко для пижонов, вот, а есть тяжелая, трудная, долгая работа, да. Как говорил, мне вспомнилось Булат Шалыча Куджала, когда у него спрашивали, Булат Шалыч, расскажите что-нибудь про свое творчество, он отвечал, творчество, простите, творчество, это у Алены Апиной, а у меня тяжелая, трудная работа. Вот, вот, я каких-то таких, наверное, взглядов, скорее, придерживаюсь. хорошо. Самый распространенный вопрос, сколько в среднем по времени у тебя уходит на одну иллюстрацию? Ну, трудно сказать. Во-первых, как зайдет, во-вторых, смотря что за иллюстрация. Если касательно творческих вещей, ну, вот, например, сейчас я отвлекусь, вот эта картиночка, я ее начинал, но там приложил и Лев Юрьевич к ней руку, и еще, может быть, кто-то, не знаю, но вот делал, да, вот эта картинка, мне прям сама она нравится. Ну, конечно, нравится то, как закончил я наш ордер. Вот. Да, вопрос, еще раз, пардон. Сколько времени уходит в среднем на одну картинку? Ага, сколько времени? Сколько времени? Ну, все это было по вечерам и по выходным, и как-то мне так трудно посчитать. Ну, в целом, я не знаю, там, на дня три, где-то так, два, три, четыре дня, так, что-то в этих пределах. Хорошо, здесь просто очевидно человек спрашивал про сколько часов имеется в виду на одну работу. А вообще, кстати говоря, а вообще, в студии много тебе времени давали на одну работу или торопили, или в граффити наоборот не торопят, и говорят, рисуй лучше, качественнее, но дольше, там, и так далее? Ну, качество, ну, как, на мой взгляд, на первом месте, да. Граффит очень много, ну, то есть, важное значение, конечно, играет качество. Вот. И, если есть такая возможность, да, тебе всегда дадут время и отсрочку, и бывает такое, что мы просим, просят в граффити у заказчиков, да, немножко отсрочить, и что-то сделать, может, как-то лучше, больше, вот, ну, такая практика распространена, в принципе, наверное, везде, вот, но, да, качество первостепенно, конечно, но, опять же, все по-разному бывает, то есть, бывает и такое, что до дают тебе задание и говорят, вот, чувак, это надо было вчера, вот, и сам понимаешь, чем быстрее ты сделаешь, тем лучше, то есть, ну, опять же, это нормально, то есть, везде такое бывает, бывает очень по-разному. Хорошо. Скажи, пожалуйста, на примере какой-нибудь своей работы, если она у тебя есть в PSD, можешь ли ты рассказать свой пайплайн, как ты рисуешь, то есть, отлайна, от силуэта, как происходит вообще рабочий процесс? На примере PSD, ну, давайте, что-нибудь, попробую найти, вот, а там посмотрим, что там есть. Ну, в принципе, я люблю работать от пятна, то есть, лин-арт, если он и есть, то такой, знаете, достаточно условный. Вот, и она, ну, сейчас, что у нас такое. сейчас все затаили дыхание, будут считать размеры, количество слоев, и как делается работа. Ты можешь как раз сделать раскладку по слоям и прокомментировать просто каждый этап, атерацию, что-то добавляешь, как и почему. давайте попробуем. Ну, слоев и не так уж и много. Ну, вот, это обычно, с чего начинается все. То есть, ЧИБе, ну, не обязательно, ЧИБе, может быть, и цвет сразу, но такая, то есть, опять же, просто идея. Просто ИБе, какая-то основная композиция. Вот. А далее крашу в оверлей в основном, первоначальный цвет. Основные цвета, то есть, там, да, без живописи особой. Так, ну, дальше уже начинается какая-то детализация основных форм и прочее. У меня такого четко выработанного, прям, пайн-плайна нету. То есть, я могу там и что-то делать, 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 потом назад откатиться, все перемазать, там, как-то все это переиначить, поменять цвет, там, и прочее. Ну, то есть, грубо говоря, классика, сначала композиция, потом цвет, основное освещение, и, в принципе, все остальное, это уже рендер, детализация и какие-то уточнения деталей. Как-то так. Хорошо. А при рендере пользуешься ли ты фотографиями? Чтобы вставлять? Да. Нет. То есть, только перерывы, имеется в виду, как бы на референсы просто полагаешься и все? Да, да, да. Просто смотрю и поглядываю, что мне нужно. Вот. И рисую. Окей. Эта работа была из головы, то есть, скажем так, без там, предварительного анализа, то есть, ты просто взял, набросал и потом уже начал деталить? Хорошо. Тут просто люди интересуются, когда они посмотрели весь процесс, очень много было вопросов, в чем секрет классного рендера, то есть, в чем секрет классной детализации? В чем секрет классного рендера? Да, не знаю, я не считаю, что у меня такой высокий уровень детализации и рендера. Наверное, я так-то сказал, давайте так, то есть, рендерить прям очень сильно-сильно и четко, да, нужно тот объект, который является композиционным центром, то есть, который является самым главным объектом вашей работе. Ну, там, в данном случае, это вот эта тележка запряженная. То есть, если посмотреть, да, здесь там текстурки, я делаю, там, шарпанная краска на ней, там, что-то такое, да, колесо прорисовано, четко видно свет, освещение, форма и прочее, там, какие-то даже, если приблизить, материалы, там, то есть, все это четко так прорабатывается более, более точно и детально, основательно. Вот. А все остальное, на самом деле, ну, давайте приблизим, то есть, все можно посмотреть и расценить при приближении. Ну, это, вот там, смотрим на кусок скалы, да, это вполне себе драфтово, да, так скетчево, можно сказать, там, выполненный какой-то фрагмент. Вот. Просто главное, чтобы все остальное окружение дополняло наш главный объект. Вот. Не мешало ему, не отвлекало, а наоборот, как бы, концентрировало внимание на главном. Вот. Ну, и какие-то композиционные ходы могут быть, там, в виде дорожки, окровавленные, кровавый свет, такой, да. Хотя, кто-то, я помню, задал мне вопрос, а если это повешенные, то что они, это, почему вы, окровавленные, это, вот, ну, как-то так, то есть, все остальное, ну, понятно, что там, опять же, там, передний план, где-то, может быть, естественно, проработан, там, получше, чем дальний. Все эти, ну, классика, все эти вещи надо учитывать. Вот. Это, ну, такие святые банальности, которые даже повторять не хочется. Ну, насколько я понимаю, это классический репинский метод, когда он, его спросили, в чем секрет прорисовки таких реалистичных портретов, он сказал, что секрет очень простой, максимально детализируется и лицо, и кисти рук, потому что это всегда композиционно, композиционные центры, а остальное можно так побыстрее. Да, 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 вот вам и ответ, абсолютно верно. Лицо и кисти рук, То есть, ты используешь репинскую методику? Ну, не знаю, я бы сказал, это просто классическая методика, методика, да, я не знаю, насколько она репинская, этим все, по-моему, пользуются. Ну, на самом деле, не все, знаешь, многие начинающие художники совершают такую ошибку. Понятно, понятно, про начинающих это ясно, но я имею ввиду классических художников, там, с классическим подходом. Ну, Окей, и сейчас наша постоянная рубрика, она называется «О бедных кистях замолвите слово», пару слов о твоем брашпаке. Брашпаке, ну, а что о нем сказать, не знаю, давайте я его просто выложу там, куда-нибудь, ну, это сборная. Я думаю, что... хорошо, я скажу. Я просто хотел сказать, я думаю, что 100% зрителей тебе скажут огромное спасибо. Ну, отлично, тогда тебе лучше передать там, как-то, да, куда-то кину в скайпе. Да, я приложу к стриму брашпак. Ну, это сборная, солянка, я знаю. Можешь сказать, что... Алексей, прерываешься, как-то не услышал. Да, я просто наоборот, чтобы тебя не перебивать, замолкаю резко, потому что мы с тобой одновременно начинаем говорить. Я просто хотел сказать, что ты можешь пару слов сказать о том, какими кистями чаще всего пользуешься, то есть просто показать о серии, там, в основном рендерю вот это, потом силуэт делаю вот это, условно говоря. Давайте попробуем. Нет, кажется, я все-таки Алексея не слышу и куда-то он пропал, к сожалению. Алексей, ты здесь? Нет, я просто молчу. Да? Просто там, конечно, я просто молчу. Такое ощущение, что связь выключается и я вообще даже ничего не слышу. Да нет, вроде все работает, просто молчу. Ага. Так что ты можешь смело вещать про кисти. Отлично. Вот есть такая кисточка, я сделал ее дубликат, ну так немножко по-своему, чтобы начинать как бы с нее, ну сейчас я покажу вот этот оригинал, скажем так. Это я взял из пака Дайс Цуцуми и Роберт Кондо. это ребята, которые работали в Пиксар. Вот. И у них совсем небольшое количество кистей там в паке. Вот буквально вот эти кисточки там были. Но мне нравится вот эта, она, знаете, такая живописненькая. Там есть текстура. Но при нажатии как бы чуть больше можно так общо набирать цвет. То есть она классно прям подходит для таких каких-то быстрых скетчей, зарисовок. Вот. А что-то более четкое может быть такое более поменьше, если нам нужен, да? это дубликат, но просто с другими настройками. Но более простая. Вот из их пака вот такая есть. Тоже такие вроде мягенькие края, но текстурка вот это достаточно жестко внутри придает она живописность. нет. люблю живописность и все это кайфует от вещей, когда такие кисточки присутствуют. Но вот единственная кисточка, которую я сделал, вот и не очень много ей пользуюсь. Наверное, таких полно, в принципе иногда можно тоже поюзать. Нравится у меня кисточка, видите, титова. Вот такая мягкая и хорошо как-то ей делать, так объемы, какие-то шейпы. Вот этот из часто использую. Она просто даст с такими краями резкими, с текстуркой, то есть рисование, ну вот именно рисунка, таких четких пятен, первоначально там, да, опять же, как-то можно закладывать и при рендере там тоже, если это мелок, какие-то мелкие витальки и прочее, тоже она годится, то есть очень хорошо ее использовать и в большом объеме, таком и в мелком, так же рисует, потому что не все кисти так могут. бывает кисть крупная, клево, там, да, как-то размашистое, интересно ей рисовать, а при уменьшении ее свойства теряются все. пеленковская кисть, наверное, все уже знают, тоже хорошая, потому что при нажатии она резко, четко при таком, а когда и также легонечко, да, можно там что-то набирать очень мягко, там, универсальная, вообще, очень классная универсальная кисть, на самом деле. Ну, небольшой набор у меня кистей, которыми именно я пользуюсь, я думаю, у всех так. Вот, а когда уже что-то нужно конкретно, там, текстура определенная, я уже ищу, да, вот там какая текстурка, ага, она сюда пойдет, методом проб и ошибок. А вообще кисти люблю и с удовольствием юзаю разные. Хорошо, а скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то свои личные фирменные приемы постобработки изображения, то есть ты отрисовал иллюстрацию, к примеру, применяешь ли ты какие-нибудь фирменные приемы типа добавления шума, аберрации или еще что-нибудь подобное? Да, бывает. Ну, то есть, опять же, смотря, что за работа. Если это необходимо, да, если, в принципе, можно здесь применить, то, да, почему бы и нет. Я применял и шум, там, ну, как Верехин показывал, да, долго юзал, вот, и также и аберрации применял, вот, и нравится делать, чтобы картинка так немножко свести в такой реалистичный колорит, ну, опять же, я узнал это от кого-то из ваших гостей Gradient Map. Это Артур Гемальдинов рассказывал. Да, наверное, я же не вспомню, кто, вот, и здесь задается, ну, может, кто-то не видел, да, давайте покажем, там, цвет теней, ну, цвет темных пятен, там, например, холодный мы выбрали, так очень удобно бороться с чернотой, вот, с перечерненностью, да, когда вы можете задать, там, темным оттенком, своим перечерненным, да, если получилось, так, более светлый какой-то оттенок, там, воздуха чуть больше, да, добавить, и там, например, теплый свет, ну, опять же, все это можно здесь тоже менять, настраивать, ну, я в основном пользуюсь прям, свет и тень, вот, все, а потом это немножко скрутить, и вот у нас уже там какой-то как фильтр, как фотофильтр практически, ну, да, практически, да, хорошо, окей, чем ты вдохновляешься сейчас, то есть, условно говоря, ты вот говорил художники, ты говорил, называл даже имена, расскажи, пожалуйста, о том, чем ты вдохновляешься помимо этого, то есть, какое кино, какие книги и так далее, ну, какое кино, в принципе, как сказать, ну, например, очень нравится там мир чужого, да, вот, такая, на мой взгляд, отдельная, прям, вот, который так, прикольно сделан, на мой взгляд, вот, и режиссерами, и художниками, людьми, которые над этим всем работали, то есть, там, опять же, проделана огромная работа, вот, такое, темное, зловещее, но, не знаю, вот этот фильм очень нравится, вот, вдохновляюсь, часто, окей, хорошо, распространенный вопрос, спрашивает подписчик, по твоему мнению, нужно ли современному CG-художнику академическое образование, то есть, академка, я имею в виду художка и все прочее, я понял, да, хорошо бы, наверное, но, не обязательно, сейчас столько возможностей образоваться, в этом плане, что, можно и без этого обойтись, то есть, я знаю людей, которые, там, ничего не заканчивали, но, как бы, любого там, академика за поезд соткнут, на самом деле, главное, желание, желание, труд, все перетрут, как говорится. Окей, учитывая твой график, средний рабочий график, сколько часов в день ты рисуешь? Ну, 8 часов, минимально. 8 часов минимум? Да, минимум. И, после уже, то есть, после работы, ничего, серия только, вот, поделил время работы, и все? Нет, после работы, бывает, вот, то есть, опять же, какие-то проекты для себя, вот, но, это, до нынешних пор, это была студийная работа, а это 8 часов, то есть, опять же, минимум, вот, а так бывает, бывало и больше, да. Хорошо, распространенный вопрос, скажи, пожалуйста, сколько часов, или сколько времени нужно, художнику, чтобы прокачаться от нуля, до того уровня, условно говоря, чтобы он мог зарабатывать этим деньги? Ох, ну, ну, все индивидуально, ребят, ну, так очень сложно сказать, опять же, там, в зависимости от способностей, да, опять же, в зависимости от трудолюбия, сколько посвящать вы будете этому времени, вот, и прочее, и прочее, ну, я не знаю, там, года три, как минимум, где-то в этих пределах. года три, да? Ну, да, где-то так, ну, может быть, кто-то два, кому-то пять лет потребуется, вот, очень сложно сказать. Хорошо, вопрос от подписчика, допустим, я вижу классный реф, но он не в том ракурсе, или не в той перспективе, скажите, какими приемами мне пользоваться, или какие навыки прокачивать, чтобы разместить этот элемент у себя в работе? Вы додумываете другой ракурс из ума, или пользуетесь 3D, чтобы повернуть, как хотите, а потом уже отрисовать? В общем, как вы это делаете, и что вы посоветуете? Ну, 3D я, опять же, не пользуюсь, я просто, возможно, вообще, я люблю референсы собирать вот следующим образом, то есть, что-то для, там, объекта, что я должен, там, нарисовать, там, я не знаю, вот лодочка, которая у меня есть в работе, я там посмотрел, какие лодки бывают, ракурс, просто я могу найти, там, какую-то другую лодку, да, вот, но, с подходящим мне ракурсом, там, по крайней мере, ближе к нему, который требуется, вот, и тем самым, как бы, смотреть и на одну, там, картинку, да, например, на дизайн, там, этой лодочки, да, а здесь смотреть на, ее ракурс, вот, как она, на плоскости, перспективе, должна выглядеть, вот, и, вот таким, на этом образом, ну, что-то могу, там, и с головы, естественно, если что-то, это не очень сложно для меня, ракурс как-то самому постараться придумать, вот, и изобразить. Хорошо. Следующий вопрос, Антон спрашивает. Здравствуйте, Николай, считаете ли вы CG-живопись искусством, или это все-таки ремесло, и как вы относитесь к традиционной живописти, есть ли у нее будущее? Отлично отношусь, ну, как я отношусь, конечно, хорошо, ну, я сам, в принципе, хотел быть живописцем, и думал, что буду заниматься этим всю жизнь, но не получилось. Конечно, наверное, живописцем сейчас достаточно сложно быть, ну, в элементарном, да, заработке денег, то есть нужно, я не знаю, там, создать себе имя, там, ну, чтобы это было как-то достойнее, вот, а это долго, и так далее, а CG, живопись, конечно, ремесло, вот, но хороший ремесленник, он дорогого стоит, мы делаем все-таки, все эти картинки, вся эта индустрия, она для чего-то, для игр, для кино, для мультфильмов, там, для книг, вот, это все-таки некоторое, такое прикладное, да, прикладное искусство, можно вот так обозвать, да, из классическими терминами, там, пользоваться, вот, но самостоятельное произведение, чтобы, там, я не знаю, где-то, где-то провели, там, выставку, прям, CG работ, ну, наверное, такое бывает, и есть, вот, но этого, конечно, крайне мало, за этим надо идти в музей, и смотреть, смотреть классические, там, произведение, вот, как-то так. Хорошо, а если мы говорим о классических произведениях, какие художники-классицисты у тебя любимые? Исаак Ильич Левитан, Серов, очень нравится, очень нравится, прям, когда-то вообще болел Густав Климп, австрийский художник, вот, Ироним Босх, средневековый, вообще, художник. Недавно я побывал в Петербурге, ходил в Эрмитаж, и, конечно, огромное впечатление произвел Рембрандт, вот, ну, это, конечно, да, просто смотришь, и свет практически осязаемый, хочется просто залезть, так, посмотреть немножечко за картину, да, не стоит ли там свечка какая-нибудь, вот, реально, это, вершина, то есть, огромный мастер. Вот. Хорошо, отлично. Опять же, вопрос от подписчика, что Николай никогда не взялся бы рисовать? Что никогда, да. Что бы, да, ты никогда не взялся бы рисовать? Ну, наверное, всякие феечки, и, как это называют, с головами там животных, да, и стоящим человеком, феечки, фурии, фурии, да, фурии, вот эти, да, ну, то есть, ну, вот, наверное, мне как-то совсем не интересно. Ну, ну, и там, всякие иконки, и прочее, такой, мусор, мне нравится. Хорошо. Если, вот, вопрос, ты чуть-чуть затронул иконки, я хотел бы вернуться к такой теме. Очень многие люди спрашивали, как попасть в студию графит, и более детально рассказать, как попал ты. Вообще, студия активно принимала к себе художников, или очень многих отсеивала? Когда я поступал. Да, да, да. Ну, и уже на, скажем так, конец работы в граффити, как происходило вот это все? Ну, наверное, спрос возрастал, потому что расширялись, вот, и прочее. А я, когда я пришел в граффит, это было, я у кого-то узнал там через какие-то десятые руки телефон фон директора ордера нашего. и просто напрямую ему звонил, бомбил его, не давал покоя, звонил несколько раз, вот, и что-то у нас как-то сначала не складывалось, там, то у него времени не было, то, что-то, какие-то обстоятельства, вот, но в конечном итоге встретились, поговорили, мне дали задание, я его выполнил, и меня взяли, вот, сказали, что, вот, приходи 1 февраля, как сейчас помню, ну, вот, компьютер уже будет стоять, садись, бруши, 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 бруши. Хорошо, а на момент уже, скажем так, близки к твоему уходу, много людей пыталось туда попасть, и многим ли отказали? Ну, я с этим не связан, вот, и мало что об этом знаю, я людей на работу не принимаю, вот, и не принимал, но, как бы спрос, скажем так, спрос на граффит, я думаю, вырос значительно, то есть, к нам пробуют очень много народу, вот, недавно парень приехал, устроился к нам, из Уфы, ну, взяли, работает, все нормально, все хорошо, стали, в последнее время, где-то, год-полтора, может быть, два, достаточно много ребят, приезжают из, других городов, прям, срываются, вот, с переездом, едут к нам, вот, чтобы устроиться к граффиту, да, это правда. хорошо, и последний вопрос, связанный с граффитом, как вообще устроена работа, какая внутренняя кухня, хотя бы пару слов об этом, то есть, есть ли отличие от большинства компаний, связанных, например, от геймдев компании, есть ли отличие, есть ли отличие от какой-нибудь классической работы, вот, в общем понимании, ну, я в других студиях не работал, я, например, никогда не работал, в принципе, в геймдеве, то есть, прям, чтобы это была студия, именно там, по разработкам игр, ну, конечно, я так, плюс-минус понимаю, как все устроено, да, хотя бы там, исходя из опыта, там, работы в анимационной студии, ну, примерно, там, плюс-минус, как бы, похоже, есть сходства, вот, а студия графит, это аутсорс, и здесь, да, конечно, то есть, работу мы получаем, ну, первое различие, да, это, много, разноплановая работа, то есть, если там, где-нибудь в геймдеве, ведется проект, там, делается одна игра, много времени, и вот все ресурсы на нее тратятся, все на дни работают, и прочее, то здесь ты можешь получать задания, различные, там, в один день, можешь, там, три задания сделать, например, получить, да, по разным проектам, по разным проектам, абсолютно, ну, то есть, и проекты совершенно разные, это игровые, анимация, там, книги какие-то, и прочее, и прочее, то есть, очень все так, разное, вот. Ну, это же, наверное, очень трудно переключаться, между проектами, там, в течение одного рабочего дня. Да, и меня, например, там, наш ордер, когда я пришел, об этом предупреждал, вот, то, что, ну, ты имеешь в виду, что, нужно будет переключаться, то есть, нужно уметь это делать, ставить перед собой различные задачи, вот, в какой-то короткий промежуток времени. Ну, да, это правда. Хорошо, океишки. Собственно, следующий вопрос от подписчика, тут немерено, немерено вопросов. Я все хочу начать рисовать, и у меня не получается, потому что, так трудно разговаривать и рисовать, вот, я теперь понимаю ваших гостей, которые об этом говорили, но я попробую. Да, ты знаешь, как вот мы говорили, что некоторые делят на талантливых и на, скажем так, тех, кто очень задротит в рисовании, а мы делим на тех, кто легко болтает и рисует, и трудно болтает и рисует. Понятно. Вопрос от подписчика, вы работаете овер 8 часов в день, подскажите, как вам удается сохранить спину и все остальное здоровье? Может, есть какие-то штуки, типа специальные зарядки или особого кресла? Очень тяжело жить с такой профессией. Никак не удается сохранить, потому что я это все давно себе подорвал. Две грыжи, вот, ну уж извините, что я о своих там проблемах рассказываю, вот, и со спортом я, к сожалению, не дружу, но, как бы, потихонечку начинаю там этим всем заниматься, но, конечно, за собой обязательно нужно следить, вот, и не забрасывайте, ребят, вот, кто начинает, кто начинает, правда, не забрасывайте себя, свое состояние, потом, потому что потом об этом пожалеете, потом надо будет, как бы, надо будет срочно что-то там предпринимать, вот, а так, ну, в спортзал ходить, наверное, там, я не знаю, какими-то пользоваться вещами ортопедическими, там, или, что-то такое, побольше гулять, чтобы и сердце хорошо работало, это тоже очень отражается плохо, когда ты долго сидишь, нет нагрузки на сердце, и оно, то есть, плохо начинает работать, это очень важно. Еще один вопрос, как раз будет в тему. Вопрос от подписчика. Я работаю художником, дизайнером компьютерной графики, в основном, нарисую принты на одежду и делаю дизайн полиграфической продукции, но после 8 часов работы я физически не могу себя заставить дома сесть, за ком прессовать, и нахожу выход только в традицию. Подскажите, где взять силы, мотивацию, вдохновение на то, чтобы сидеть дома и прокачиваться? Ну, я не знаю, вы находите силы для традиционного искусства, а почему тогда нет сил для CG? Как-то не очень непонятно. Ну, тогда рисуйте, прокачивайтесь в традиционном искусстве, продолжайте. Потому что это тоже прокачивание, по сути дела, то же самое. Вот, а как бы CG оставьте немножко на потом, когда у вас будет побольше времени, да, и чтобы вы сели, ничего вас не отвлекало, там, я не знаю, может быть, в выходной день, или в отпуске, и вы занялись более основательно этим. Потому что, да, действительно, если вы начинающий в CG, то прям сесть, и сходу разобраться, да, с такой, с опухшей головой, конечно, это сложно. Вот. Но, если здесь возможность прокачиваться в традишки, то, конечно, не бросайте это. Это вам в любом случае поможет дальше и в CG. Вот как же так? Хорошо. Интересный вопрос. Есть ли у вас идея для арта, которая давно лежит в голове, но для реализации не доходят руки? Алексей, ты сейчас прерывался, я большую часть вопроса не услышал, к сожалению. Можно сказать? Я перезаду вопрос, Вопрос. Есть ли у вас идея для арта, которая литеризации, которая никак не доходит руки? Да нет, нет, как-то такой, я стараюсь. Да, у меня бывает подолго лежит какая-то идея, но сейчас на данный момент нет. Сейчас как раз у меня освобождается время для личных проектов и я буду делать вот эта картиночка, которую я сейчас открыл. Это вот из нового проекта, задуманного. В принципе, я бы мог показать, но, наверное, не буду этого делать. Пусть это будет немножко такой интригой, да? Хорошо, никто не обидится. и сейчас займусь этим плотно, да. Алло. мне. Да-да-да. Я тут побивать. Скажи, пожалуйста, опять же, немножечко по пайплайну по работе. А эти фидбэки по работе, то есть, грубо говоря, использовали ли твой навык как навык арт-директора, то есть, условно говоря, давали ли тебе начинающих художников, которым ты помогал прокачиваться? Да, бывало такое. Вот. И ВКонтакте есть там группа графита, где мы, то есть сотрудники графита, фидбэчат подписчикам. Даже не фидбэчат, делали оверы. Оверы. Так, загружали люди там свои работы, потом это распределялось там между нами, кто что будет делать, кому, какой овер. Вот. И мы делали и выкладывали в группу. Вот таким образом. Ну и коллегам, начинающим, да, тоже. То есть, где-то приходилось сделать овера, объяснять это все, рассказывать, что и как. Да, было вот такое. Хорошо, кеюшки. А скажи, пожалуйста, тоже такой вопрос, касаемый вообще работы. когда приходит таск на какую-то определенную задачу, промо-иллюстрации, присылается ли вам список рефов или вы ищете их сами, или же какие-то промо-иллюстрации, которые вы потом дорабатываете? Бывает Бывает и так, и так, и так, и так. Вот то, что ты сейчас перечислил, вот все это бывает. То есть, в зависимости от заказчика, от проекта и прочее. Бывает по-разному. Но в основном, в основном, все-таки мы сами ищем реф, вот, и полностью там делаем. Все. Окей. Самый крупный проект, над которым ты работал? Самый-самый. Самый крупный, самый крутой. Самый крупный, самый крутой. Ну, или давай просто один из самых крупных за последнее время, там, допустим, за последние два года. Так, что-то я как-то на скидку так и не вспомнил. Даже не могу сказать. Хорошо, я попробую подробить вопрос. Над чем чаще получалось работать над играми или над кино? Над играми. Чаще над играми, да? Да. Окей, хорошо. Просто я, насколько я знаю, может быть, я ошибаюсь, но графит делал иллюстрации к Чудо-женщине, если я не ошибаюсь, про крупный проект спрашиваю. Имеется этот фильм Чудо-женщина. Знаешь, даже не слышал. Возможно, я ошибаюсь, меня зрители, конечно, поправят, но я видел многие художники, которые работают в граффити, они выкладывали как раз моменты из фильма Чудо-женщина, поэтому ассоциация как раз-таки с этим и была. Подожди, напомни, Чудо-женщина это что, что за проект? Чей? Ну, фильм Чудо-женщина, DC Comics. А чей? Зарубежный? Конечно. DC Comics Америка. Слышно, может быть, так прям мимо меня это все прошло, но я, если честно, ничего не слышал такого, ну и не участвую. Был один проект, мы хотели его взять, ни что-нибудь как Гарри Поттер. Вот, но эта игра не фильм. Вот. Но, по-моему, что-то там не срослось. Но было жутко интересно, это было не так давно, я делал какие-то концептики, такие окружения небольшие, первоначальные. Но потом как-то это все заглох. Не знаю, что там потом случилось. Окей, хорошо. Собственно, следующий вопрос. Рисуешь ли ты, красишь ли ты по ЧБ, то есть, пытаешься ли ты сначала сделать, ну, то есть, ты уже показывал, что красишь, имеется в виду, чаще всего, вот, чаще всего ты рисуешь ЧБ или чаще всего сразу в цвете? И плюс еще вдобавок, вдогоночку, как приучить себя ориентироваться по цвету? Ориентироваться по цвету, это ты что имеешь в виду? Ну, очевидно, это подписчик спрашивал, очевидно, не ошибаться в тонах и вот прочее. но проверять себя. То есть, я всегда, например, делаю слойчик поверх всего, особенно на начальном этапе работы. Да, захожу сюда. Black and white. Ой-ой-ой, не то. Сорян, подождите. Так, layers. Ага, я уже все путаю закладки. Вот он. Заходим сюда, делаем верхний слой ЧБ и просто периодически проверять себя. То есть, покрасил, покрасил цветом, да, ты занимался, вот, взял, посмотрел, что у тебя, где не срастается, где влипает, да, где-то он путается. Вот, и в этих местах стараться, там, я вижу, что шляпа например, сейчас чуть-чуть, так, в принципе, ее видно, но можно ее там сделать посветлее, чтобы лучше она читалась. Ну, вот, и вот таким образом проверять себя. А так, конечно, это, ну, это навык, то есть, это надо вырабатывать, конечно. потом я, когда все утряслось, как бы, картинка на начальном этапе, когда я все эти вещи обозначил правильно, да, так, как мне нужно, потом я уже и не проверяю. Так, она идет, как идет. Вот как-то так. Хорошо, окей. Такой достаточно распространенный вопрос, что бы ты себе посоветовал себе самому пять лет назад, если бы мог путешествовать во времени, вот, на пять лет назад или на десять, что бы ты самому себе посоветовал? Ну, давайте на десять, да? Давай на десять, да. Поконкретнее определиться с целями. Вот, и побольше работать. Коротенько и по делу называется. Ну, если, хотелось развернуто более, да? Да. Ну, хорошо, я попробую. Просто имею ввиду определиться с целями. Наверное, выбрать какое-то, может быть, основное направление, как я сделал впоследствии, и развиваться в нем. Вот. Ну, побольше про побольше работать, я думаю, понятно. То есть, еще больше работать? Да. Сколько твой предел интересно в работе? Предел? То есть, насколько, да, сколько максимум, ты говоришь, больше работать, но при этом рисуешь, ну, 8 часов в день, это достаточно, это много. то есть, 12, 15? Ну, может быть, знаешь, так я скажу, побольше работать, может быть, даже не в плане времени, а в плане, как бы, развиваться более, что ли, осознанно, видеть определенную цель, то есть, что ты хочешь конкретно от этого дела, тем, которым занимаешься. Вот. То есть, попытаться увидеть себя в профессии, вот, и задать себе вопрос, а что ты можешь предложить? Что конкретно ты можешь предложить, не, не то, чтобы, там, копировать, там, азиатов, да, азиатов много, вот, и ты все равно лучше них не станешь. Вот. А, может быть, обратить внимание на то, на себя. Вот, есть ли у тебя что-то такое, что ты хочешь сказать? В каком-то направлении, там, пусть это будет, там, ну, тут можно выбрать, там, все что угодно, там, рисование персонажей, да, environment, иллюстрация, концепт-арт. Но, проанализировав, наверное, все это, все, что имеется на данный момент, по этим вопросам, как бы, приобрести огромную насмотренность, изучив, прям, буквально, изучив деятельность, попытаться выработать свое отношение и свои цели, вот как-то так, но я надеюсь, я понятно, объясняюсь или нет, не очень. Вполне понятно, почему. Ну, отлично. Вот, наверное, в этом направлении попробую двигаться. Хорошо. Какой совет ты мог дать начинающим художникам и людям, которые делают только первые свои шаги в цифровой иллюстрации, в рисовании, в концепт-арте, что бы ты, какое наставление ты бы им дал? Ну, все, что выше сказано, только что я говорил, да, наверное, вот этот совет тоже подойдет, вот, в принципе, как совет. А так, ну, не бояться и дерзать. Не бояться и дерзать. Слушай, отлично просто войдет в топ-совет. Не, на самом деле, я серьезно, безсарказм на полном серьезе. Да, я тоже так думаю. Мне интересно, почему у многих художников на самом деле есть какой-то страх перед работой или перед чем-то, вот, я скажу так лично. Бумаги, да, компьютером и прочее. Да, действительно, такое есть. Ну, бумага все стеркнет, так что не бойтесь пробовать. Вот, и главное, наверное, знаете, как, давайте так вот, не пойти сделать ошибки, потому что ошибки это наши самые верные друзья, по большому счету. Благодаря ним и мы движемся дальше и не наступаем на одни и те же грабли, да, и в конце концов получаем прогресс. вот как-то так. Хорошо. Тут просто много комментариев было на тему того, что люди как раз пишут то, что там, я боюсь в индустрии, что я не справлюсь, я боюсь облажаться и так далее. вот как раз ты видимо ответил на этот вопрос. Да все когда-то через это прошли, как один ведущий говорил, ну извините, я никакая не звезда, я тоже писаю и как вы. Вот. И как бы все мы люди все через это прошли. каждый может облажаться, ничего в этом страшного нет, этого не надо бояться. Это даст вам только силы идти вперед. Вот и все. Хорошо. Следующий вопрос. Как по твоему мнению, самобичевание помогает художнику или больше мешает? Самобичевание помешает, конечно. Окей, тогда следующий вопрос сразу прям вот вдогонку за этим. Как перестать ненавидеть себя, вот когда ты рисуешь и понимаешь, что получается хреново. Как перестать ненавидеть себя, переступить через это и начать развиваться? Возможно, надо поставить себе чуть более легкие цели. Вот. То есть не кидаться сразу там за многофигурную композицию, ну условно говоря, да, а попробовать себя может быть в чем-то более простом, в том, как бы в чем-то чувствуешь, что можешь преуспеть на данном этапе. Вот. И когда это произойдет, вот эта уверенность в себе, она придет к этому человеку и, ну а чем дальше, тем больше. вот, наверное, как-то так. Вот смотри, мы с тобой в самом начале нашего стрима говорили, что надо понять твое или это или не твое. Подписчик спрашивает, а как вот понять, вроде я рисую, то получается, то не получается, и как понять, что к этому лежит душа, и как понять, что это дело всей жизни? Ну, если получается, хотя бы иногда, значит, уже не все потеряно. Вот, значит, надо двигаться дальше и развиваться. Вот, а если уж совсем не получается, ну не мучь себя, ну это не твое, значит, попробуй себя в чем-то другом, в спорте, например. Сейчас все, скажем так, наши зрители, кому за 30, они так уныло будут улыбаться, такие, ну да, 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 в спорте, да, сейчас, конечно. Хорошо, окей. Скажи, пожалуйста, извини, перебью, по этому поводу есть отличная история, как раз от Саши Дорогова. Давай. Вот, он же преподавал еще в Америке тоже, и когда к нему пришел 45-летний мужик и сказал, я ничего не знаю, но я хочу заниматься анимацией, научить меня. Он так на него посмотрел и сказал там, послушай, а как-то и не познават или, на что он ему ответил, а это у вас у русских постно, а у нас у американцев не постно никогда. я думаю, можно начать в любом возрасте. Просто дело в том, для чего каких-то высот достигнешь, там, это как я не знаю, там, с изучением английского языка, да, то есть, чем позднее, тем хуже, потому что, ну, мозг уже хуже воспринимает всякие языковые такие, да, вот вещи, то есть, он окончательно, что называется, привыкает к родному языку, вот, и уже другие модели даются сложнее, вот, но все равно можно, если прилагать усилия, опять же, все можно, все, можно достичь любого, любого результата, как раз. Окей, хорошо, ты говоришь, прилагаю усилия, как при этом не сдаться, не опустить руки? Не сдаться, но верить в себя, наверное, верить, что все получится, вот, и опять же, там, конечно, для этого должны быть успехи, вот, и нужно к этим успехам стремиться, в том числе и постепенно, идя, как бы, ставя планку все выше и выше, но, о чем я говорил там, не так давно, ну, понятно, да? да, весьма. Окей, хорошо, очень такой философский вопрос от подписчика, как ты считаешь, есть ли какая-нибудь высокая цель у художников в наш цифровой век, если есть, то какая? Ох, высокая цель, высокая цель. Я поясню, просто здесь, на самом деле, вопрос очень длинный, я его очень коротко зачитал, в скобочках предлагается пример про передвижников, которые в свое время, ну, действительно, я очень, грубо скажу, перевернули индустрию тогда рисования, когда они появились, и вот, есть ли у художника какая-то более такая, ну, не то чтобы великая, но хотя бы очень значимая цель в наш цифровой век, или же художник это просто машина, которая работает на корпорацию, выполняет просто задачи, и он никто, вот как ты считаешь, твое мнение? Да нет, я так не считаю, что он никто, но художники, наверное, и призваны делать этот мир, наверное, немножко более гармоничным, вот, мой, поднимашка более красивым, и дарить это другим людям, ну, наверное, в этом и есть цель, дарить приятные эмоции, а что может быть важнее наших эмоций, мы ими живем, и это ежедневная вещь, которая себя с нами, вот, и если они будут приятными, интересными, созидательными, гармоничными, то, наверное, и остальным людям будет хорошо, ну, наверное, как-то так. Хорошо. Очень философские вопросы, вопрос достаточно тяжелый. Если бы ты узнал, что жить тебе оставалось один день, что бы ты делал в этот день? Что бы я делал в этот день? Вопрос действительно философский. Наверное, я бы нашел тех людей, которых когда-то обидел и попросил бы о них прощения. Ну, раз уж философский вопрос, философский ответ. Хорошо. Я на этом моменте на монтаже подставлю лирическую музыку, чтобы это было драматично, мощно и эффектно. И наплыв камеры. Обязательно. Хорошо, окей. Так как у нас остается немного времени, ребят, задавайте вопросы, которые хотели задать, чтобы мы успели озвучить. Кстати, вот отличный вопрос спрашивает подписчик, что ты уже очень долго работаешь и много рисуешь. Ты нарисовал арта для большого количества игр, а играешь ли ты в игры сам? Нет, в игры я не играю. Во-первых, у меня нет на это обычного времени. Ну и как-то не знаю, душа не лежит, что ли. Вот я лучше там, например, посмотрю какой-нибудь хороший фильм, новый сериал, или что-нибудь подобное, чем там будут выгружаться. хорошо. Три лучших фильма всех времен народов, по твоему мнению? Ох, три лучших фильма. Чужой, Звездные войны, и джиперс-криперс. То, что мы обсуждали. Слушай, я думал, ты сейчас скажешь там, Форест, Гамп, Зеленая Миля. Не-не-не, джиперс-криперс. Ну, наверное, блин, да, у меня появились другие варианты. У меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Слушай, ну, это действительно, это было то, что на поверхности как-то лежало, да? Могу я изменить свое? Конечно. Ради бога, тебе можно все, что угодно. Отлично. Ну, тогда на первом, наверное, месте Американская история Икс. Второе это Эльгой фильм с Томм Хэнксом. И третье пусть будет джиперс-криперс. Третье все равно джиперс-криперс. Ты ловко заменил Звездные войны. Шикарно. Просто отлично. Ну, и будет серия последних вопросов, уже завершающих. Спрашивает подписчик, что для вас является наивысшим мастерством в живописи? Наивысшим мастерством. Убедительность. Вот когда чувствуешь, что художник донес то, что именно и хотел донести. вот это наверное для меня наивысшее мастерство в живописи. Вообще в изобразительном искусстве. Хорошо, отличный ответ. У нас прям стрим начался достаточно весело, а закончился философски. Знаешь, немножко похоже на кухонный разговор такой двух людей, которые встречают рассвет и разговаривают о глубоких темах. да, 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 Я такие вещи люблю. Это прекрасно. Спрашивает, Николай, откуда у Вас такая любовь к палеонтологии? К палеонтологии все началось очень спонтанно. Я, в принципе, начал с этой темы, ну, такие свои личные проекты. Когда пришел в граффит, я понял, что работа, работа, да, как-то лично развиваться тоже хочется. И просто сидя, так сидел и думал, собственно, а что порисовать, да, что мне выбрать, да, среди этого множества тем, там, и прочее. Вот, и как-то я так понял, что всего настолько навалом, что там еще лезть со своими какими-то картиночками недоделанными вот в там период. не хотелось. И как бы решил, вспомнил свое такое детское, наверное, увлечение, когда смотрел книги, там, Буриана, художника, да, палео-художника, очень известного, чешского. Вот, и мне, как бы, мне это будоражило абсолютно воображение, я просто прям попадал туда, вот, в своих представлениях, в этот мир, да, представлял там себе, как это, как та жизнь могла быть, там, да, существовать, что там происходило, и просто подумал, а почему бы и нет? А почему бы не порисовать динозоров? Ну, аж все-таки все равно, так, пока прокачиваюсь, вот, и тем там не буду брать слишком сложных, вот, ну, пока буду прокачиваться, вот, посижу на этой теме. Вот как-то так спонтанно это все произошло. А потом действительно заинтересовалась, заинтересовала меня эта тема, как-то было достаточно интересно, участие в конкурсах, потом испанского музея в Бургасе, я там даже каких притовые места занимал, вот, и такой небольшой как бы лейтмотив в моем творчестве остался, да. Хорошо, а скажи, пожалуйста, участвуешь ли ты сейчас в конкурсах, например, там вот на артстейшене крупных, и если нет, то почему? Ну, на артстейшене не участвую, ты знаешь, мне всегда интересно как-то порисовать свое. Вот, рисуя свое, я могу просто и час, и два, и три погрузиться в свои мысли и просто сидеть и заниматься и заниматься этим мне хорошо. а какие-то другие уже темы, это немножко, ну, такое ощущение, что для кого-то это дело, что это немножко и мое, ну, как в смысле не мое, то есть, опять же, это воспринимается немножко как задание, да, так, как задача там в студии, да, то есть, ну, мне этого все-таки достаточно было в жизни по 8 часов и, ну, больше нравилось свое. Хорошо, и финальный вопрос, он у нас немножечко шуточный, поэтому можешь отнестись к нему несерьезно, но тем не менее, если бы у тебя была возможность дать себе или присвоить себе какой-то титул, можно реальный, можно шуточный, то какой бы это титул был? Титул? А примеры можешь какие-нибудь привести? Я просто были были самые смешные титулы, типа Иван Смирнов правило цилиндра, Роман какой-то чувак Куприянов, собственно, из последних гостей был титул, да задолбали ваши титулы. Хорошо, я понял. Значит, знаешь, как, цэгэ-повар. цэгэ-повар отлично, просто прекрасно. Я объясню, почему, да, в конце. Конечно. потому что цвет, я люблю цвет и свет, а это самые вкусные вещи, которые есть, на мой взгляд, в рисовании. Вот, спасибо, вот как-то так. Хорошо, а мы все говорим тебе огромное спасибо за то, что ты пришел на наш стрим. Спасибо, что пригласили, очень рад был. Будем ждать тебя в гости еще раз. Для всех подписчиков подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии, если у вас есть вопросы к Николаю, можете попробовать ему написать в ВК, ссылочки мы, разумеется, все оставим в описании. А с вами был ваш постоянный ведущий Алексей Мельников и наш замечательный гость Николай Литвиненко. Всем спасибо, всем до свидания. И ждите кисточек. Да, и ждите кисточек. Всем пока. Всем пока, пока, пока.